Почему Ты влетела слишком смело, Сердце тесное мое. Ты влетела слишком смело, Сердце тесное мое. Тело может истаниться, Яду невзначай глотнуть, И потянешься, как птица, От меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась На призывы бытия, Непосильной мне казалась Ножа бедная моя. Непосильной мне казалась Ножа бедная моя. Может быть, и так случится, Что, закончив перелет, Будешь питься, 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 И я там гнут ворота. Пой о том, как ты земную Поли соль и желчь пела, Как ходила вплоть шифую Смертоносная игла. Пой, бродяжка, пой, синица, Для которой корма нет. Пой, как в савнам ложится Свет на яблоневый цвет. Как возвышилась пшеница, Да побил пшеницу град. Пой, хоть время прекратится, Пой, наколотые певица, Пой, душа тебя простят. Пой, как в савнам ложится Свет на яблоневый цвет. Песня на стихи известных И неизвестных поэтов. Стихи, которые мне приглянулись, Понравились, которые захотелось спеть. Вторая песня, Тоже на стихотворение Арсения Тарковского, Называется «На том берегу». Давно мои ранние годы прошли По самому краю. По самому краю родимой земли, По скошенной мяте, По синему раю. И я этот рай навсегда потеряю, И я этот рай навсегда потеряю. Калышется ибо на том берегу, Как белые руки. Пройти до конца по мосту не могу, Но лучшего имени влажные звуки. На память я взял При последней разлуке. На память я взял При последней разлуке. При последней разлуке. На память я взял При последней разлуке. Я взял ей руки, А я перед ней, Я плаком долгую, Сказал вkaa, Кладно поём На мою на том берегу. За Ивой стоит, как русалка над речкой, И с пальца напалит, бросает коречко. Давно мы ранние годы прошли по самому краю, По самому краю родимой земли. По сушеной мяте, по синему раю, И я этот рай навсегда потеряю. Спасибо. Спасибо. Я его почитал с таким интересом и несколько песен сделал. Но вот это самое, так сказать, более удачное и любимое может быть. Ну и все, на первый взгляд. Найди бы мне лодку, какую угодно, Челок ли бельбот, коры да бекло, Да хоть в сковородку плыла ближка плотка. Найди бы мне лодку, какую угодно, Кондон, шаланту не помет ли лодка, И пусть меня ветер несет и вода. А знаешь куда? А знаешь куда? Поплыть бы мне лодка, Поплыть бы в селуке в античной галере, На шпуде, на шлюпке, По крайней уж мере, На крыше стола. Ну словом, держался бы лишь на плаву, Ковчег мой, а я уж на нем доплыву, Сквозь льды и туманы, Сквозь бурь и тьму. А знаешь к кому? А знаешь к кому? Найди бы мне лодку, Какую угодно, Но лучше притом, Большую, как стол, В киранью в окошках И ласковой кошкой. С крыльцом и верандой, Прирученной бантой, Бесеркой, а рядом с олеей и садом, С зеленой травой, С зеленой травой. А все для кого? А все для кого? А может быть лучше, Чтоб сам я построил Индейскую легкую лодку в конной, И знаешь зачем? Чтоб плыть посреди голубой пустоты, Пока б не нашелся Тот остров, где ты Жила до сих пор и не знала, Что я ищу тебя, Островитянка моя. И я бы спросил, ты поедешь со мною, В моем замечательном, быстром, как моем, И ждал, что ты скажешь, А ты бы тогда, Помедлив, тихонько ответила, да. И ты со мною воды попрыла, Чудесного острова, где ты жила. Я знак бы из лодки давал морякам, Паромщикам лодочников рыбакам, И каждая поступит и не всем за мной, Макал и кричал, чтобы плыли за мной. Луна бы вскоила из теплых морей, Я был бы твоим, ты была бы моей. Всю жизнь окажись она долгой и короткой, Была б только лодка, Была б только лодка, Была б только лодка, Была б только лодка. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас хочу спеть две песни, на стихи Сейчас малоизвестного даже любителям поэти, поэта. Дон Аминадо, очень известный, популярный человек в дореволюционной России, сатирик, юморист, лирик, пережил французскую революцию, принял ее с воодушевлением, надеялся на что-то хорошее, в том октябрьская революция, и он вскоре после этого эмигрировал в Париж. Там в Париже он встретился с русской эмиграцией, там много известных имен, очень популярен был, там тоже издавался много лет. Аминад Петрович Шполянский, с изданимом Дон Аминадо, и вот там в эмиграции вот такие у него стихотворения, два вышли, одно в 1926 году, второе в 1927. Песня называется «Я люблю осенний дождь». Я люблю осенний дождь, когда он звучит по крыше, барабанит мне в окно, Извини, в оконной нише, избегает на асфальт, а оттуда прямо в село. Словом, я люблю, когда этот дождь по Андерсену. Если вспомнить хорошо сказку юности туманной, То, у каждого ведь был свой солдатик оловянный, Тот, который на заказ был раскрашенным на славу, Тот, который когда раз из окна упал в канаву. Я не знаю, может быть, это все такая малость, Старый добрый Андерсен, наше детство, наша жалость, Наше детство, наша жалость. Я не знаю, может быть, для сегодняшних, для новых, Научившихся любить эту поступь неискуровых, Правда, может быть, для них все смешно, во что когда-то Раз уверовали мы и до ныне верим свято. Пусть поделим этот мир нашим чувствам сообразно, Слава Богу, что любить, так умеют люди разно. Я люблю и не горжусь бурномокших под забором, Потому что я верюсь с их буритным магазом. Я не знаю, может быть, это все такая малость, Старый добрый Андерсен, наше детство, наша жалость, Наше детство, наша жалость. Я люблю, когда земля пахнет плакой дождевою, Дождь стучит в мое окно, Груто плакой предо мной, Сядешь, вспомнишь обо всем, Ни победы, ни победи. Нет, люблю осенний дождь, Уж за то, что на селе, Уж за то, что на селе. И вторая песня, тоже на стихи «До нами надо», Уже несколько в другом ключе. Песня называется «Домашняя педагогика». Это поле сыроежкин, Просто дьявола не мальчик, Все, что видит, все, что слышит, Он на ус себе мотает. Раз пристал с вопросом к маме, Так что маме стало жарко, Объясни ему, путь треснет, Чем прославился Петрарка. Ах ты, Господи, помилуй, Умиляйся, вздохнула мама, Оторвалась от кастрюли И сказала Коле прямо Ах, Петрарка, это Оля, Был такой мужчина в мире. Он был ласков, он был нежен И всегда играл на линии, А любил он так, как любят Только редкие натуры. И стихи не писал при этом Через возлюбленные натуры. Поля хмыкнул и промолил, Так что маме стало жарко, Если это только правда, Значит, папа не Петрарка. А когда пришел с работы Сам папаша Сыроежкин, Оля взял его на мушку Без отраков, без поддержки. Папа, кто была такая, Это самая Лаура? Папа выдержал атаку И сказал довольно хмуро, Ах, Лаура, это Оля, Нечто вроде хирургима, Это то, что только снится, А потом работает мимо. Ясность духа, тихость взора, Легкость медленной походки, А в руках благоуганны И флоризовые челки. Лучше заметил полетону Настоящего ура, Если это только правда, Значит, мама не Лаура. Кто смотрел, да мама, Папа, мама, папа посмотрела, А потом, конечно, Коли От родителей претела. Ну и пусть зато надолго Будут красочные и яркие Впечатления в сердце Коли, А ловить Петрарке, Ах, Лаура, это Оля, Конечно, против хирургима, Это то, что только снится, А потом проходит мимо. Ах, Петрарка, это Оля, Был такой мужчина в мире, Он был острым, он был межен, И всегда играл на линии. На стихи, на стихотворение Петра Вегина, Наш советский паэр Известный много сборничков лежал. Не так давно эмигрировал в Соединенные Штаты, И вскоре там умер на улице. Остался невостребованным. А стихи, вот сборнички остались, У меня вот несколько песен на его. Он сам, говорят, я не слышал, Что он на свои песни, На свои стихи, Он сам играл песни, Но не слышал, не видел. Ну а стихи раз есть, И вот они действительно очень просятся, Чтоб их спит. Такая песня называется Чудеса. Настфотворение Петра Вегина. Чудеса. Число Аг Upят Понимаешь, нету, нету света задушённой. Ты не думай, я не грусть у неё портрета. Я похмелюсь и застрюсь, только света нету, только света нету. Словно лампочка в душе ярко я светилась, Это в другой патрон уже, эх, перевинтилась, эх, перевинтилась. И в второй кону весок ходит, словно нищий. Говорит, я жил светло, а теперь темнище, а теперь темнище. Словно лампочка в душе ярко я светилась, Да в другой патрон уже, эх, перевинтилась, эх, перевинтилась. Чудеса, 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 чудеса. Горевое тело, скинет женщина на глаза. Я перегорела, я перегорела. Чудеса, чудеса. Возвращайтесь к поэзии Арсения Тарковского. Он, как известно, воевал, в сорок третьем году был ранен, потерял ногу на фронте, лежал в господи, застал калисус. И вот в сорок третьем году оно появилось, как и называется, папочка в госпитальном саду. И с тени в свет перелетая, она за мои тени спит. Где родилась она такая, почти лишенная примет. Она летает, приседая. Она должно быть из Китая. Здесь на нее похожий гнезд. Она из тех забытых лет, где добра малая лафорит, как море синего в злоре. Она клянется навсегда, не держит слова никогда. Она и два до двух считает, не понимает ничего. Из целой азбуки читает две гласные буквы «А» и «О». А имя, бабочки, рисунок нельзя произнести его. И для чего иметь покой? Она как в зеркальце простой. Пожалуйста, не улетай. О, госпожа моя, в Китай не надо нищей кидая, И с тени в свет перелетая. О, госпожа моя, в Китай не надо нищей кидая, Эть двуя из Испан écика. Баль Обишишки Such a Моя цветная, пожалуйста, не улетай. Моя цветная, пожалуйста, не улетай. Моя цветная, пожалуйста, не улетай переместиться, вернее, китайскую поэзию. Восьмой век. Хочу спеть песню на стихотворение китайского поэта восьмого века, классики китайской поэзии. Дуфу, которая, как и называется, радуется приезду долгожданного гостя. Погляжу я с веранды на север и юг, трудно к нашей деревне пройти. Обезумели лишние воды вокруг, закрывая дороговым пути. И дорожку мою, опустевшим саду, я давно перестал подметать. А сегодня дво дней торопливо иду, долгожданного гостя встречать. Не взыщи, что закуска простая и бедна, Разносолов не будет у нас. Но имеется в том, где бочонок винар, И его мы послушаем сейчас. Есть сосед у меня, Забутыльник и друг, Если ты не поврезкуй и шпиль, Хорошо бы позвать И мой дружеский друг, Чтобы честно напилиться в троих. Есть сосед у меня, Забутыльник и друг, Если ты не поврезкуй и шпиль, Хорошо бы позвать И мой дружеский друг, Чтобы честно напилиться в троих. Знай и продолжим при чемную площадь, Если вы просли к нам в мире, Забуются в нашей городе гадать, Я придумал, что учет в мире, И мы думали, что-то неüyorsun, Если Blow gemaaktся в начале, И гром pilots overview goes first, И мы говорим «ini-man Review». И мы говорим о российском китайскомelet, У нас считалось русские обычаи. А, оказывается, и тоже китайцы изобрели. В восьмом веке они уже... Ну, конечно, вдоль юмора. На стихотворение Юлии Труниной, которое называется «Комбат». У нас в десятом классе мы учились, да. У нас был классный час, посвященный Великой Отечественной войне. И вот там, значит, читались разные стихотворения, патриотические стихотворения в советское время. И вдруг наш классный руководитель говорит, сейчас я вам прочитаю немножко другое стихотворение. И прочитал вот это стихотворение. Мы немножко опешили. И вот я только запомнил, что стихи Юлии Труниной. Стихотворение называется «Комбат». Я давай, значит, искать сборнички, листать Юлию Трунину. Нигде ничего подобного нет в стихотворении. Потом я попросил друзей, говорю, посмотрите, что это только было. Сюжет рассказал, говорю, вот про то-то, про то-то там было в этом стихотворении. Нашли. Да, действительно, стихотворение Юлии Труниной. В интернете оно есть. Вот я сейчас последние сборники пересматривал. Все равно его почему-то не вставляют. В общем, такая песня. Называется «Комбат». «Комбат» Когда, забыв присягу, повернули в бою два автоматчика назад, Догнали их две маленькие пули. Всегда стрелял без промаха «Комбат». Упали парни, ткнувшись в землю грудью, А он, сордаясь, побежал вперед. За этих двух лишь тот его судит, Кто никогда не шел на пулемет. На войне, как на войне. На войне, как на войне. Потом у землянки полкового штаба, Бумаги молча взяв у старшинник, Писал «Комбат» двум бедным русским павлом, Что смертью грабры твали их цветы. На войне, как на войне. Пуля, тура, штык в стене. На войне, как на войне. И сотни раз письмо читала людям, Глубой день, плачущая мать. За его ложком «Комбат» и кто осуждает, Никто его не смеет осуждать, Никто его не смеет осуждать. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Наверное, да? Первое отделение немножко будем заканчивать, да? По времени, да, что-то у нас? Ага. Стихотворение Иосифа Бродского. Очень актуальное название. Не выходи из комнаты. АПЛОДИСМЕНТЫ «АПЛОДИСМЕНТЫ» «АПЛОДИСМЕНТЫ» Не выходи из комнаты, Не совершай ошибку, Зачем тебе солнце? Если ты будешь ошибку, За дверью бессмысленно все, Особенно возглас счастья, Только уборную, И сразу же возвращайся. Не выходи из комнаты, Не вызывай мотора, Потому что пространство Сделано из коридора. И качается счетчиком, А если войдет живая, Милка, тость разевая, Выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты, Считай, что тебя продуло, Что интересней, На свете стены и стула, На чем выходить оттуда? Куда вернешься вечером, Таким же, каким ты был? Тем более, изувеченным, Не выходи из комнаты, Танцуй, поймал по-саному, Вольток, таковое дело, В туфлях на посу ногу, Ты кожи под капустой, И мазью лыжной, Ты написал в доме, Ещё одна будет лишней, Не выходи из комнаты, Пусть стоит только комната, Догадывается, как ты выглядишь, И вообще, инкогнитое рвозу, Как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, На улице чайни Франция. Не будь дураком, Пусть тем, чем другие не были, Не выходи из комнаты, То есть дай волю мебели, Слейся лицом с тобой, Али, Запрись, запарикадируйся, Шкафом от хроноса, Космоса, Тераса, Расы, Вируса, Не выходи из комнаты, Не выходи из комнаты. Спасибо. Спасибо. Песня на искотворение Давида Самойлова Называется «Дуэт для скрипки и альта». Моцарт в легком опинении шел домой, Голодимное волненье, День шаленом, Ты глядел веселым волком на людей, Композитор, мост, затвор, как комоты. Вкруг него был листик флипп и легкий звон, Дара-дара, дикий-дикий, думал он, Да, компания, напитки, суета, Но зато, ну, это для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма, Сколько требуется чувства и ума, Композитор, мост, а только он, Гораз, сколько требуется, столько и создав. Плохо и будет Амадею дома в лёд, И на целую неделю чёрный лёд, Ни словечка, ни улыбки, ни вода, Но зато дуэт, для скрипки и альта. Что ж, расплачиваться надо на миру, За мечелья и отрату наперут, За вино и за ошибки до чиста, Но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма, Сколько требуется чувства и ума, Композитор, мост, а только он, Сколько раз, Сколько требуется, столько и создав. Сколько требуется, столько и создав. Сколько требуется, столько и создав. Спасибо. В начале второго отделения я решил спеть несколько песен на стихи магнитогорских поэтов, которых ныне живущих, которые живут и которых уже нет. Несколько песен, получилось больше, но всего дневник с нельзя. Начну я с песни на стихи, на стихотворение Александра Ерофеева, нашего магнитогорского поэта, которое называется «Музыка времени». У этого стихотворения есть эпиграф, из песни Пола Маккартни «Дорогой друг». Три строчки на английском языке, у него идет эпиграф, и дальше тогда, в связи с развитием сюжета стихотворения, значит, оно привязывается. Я подумал, что делать с эпиграфом. Ну, значит, нужно сделать музыкальный раз песни. Вот решил сделать музыкальный эпиграф. Первая половина куплета из песни Пола Маккартни «Дорогой друг». И с переходом, с последовательным. И так, значит, три автора тут будут. Мельников, Ерофеев и Пола Маккартни. «Дорогой друг» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ни блеска в глазах, ни забора У музыки юности куча пример Убиться над лампой у дым сигарет И призванных много до избранных нет В игривом перу без победных На старой вертушке раздолбанных дрызг Неспешно вениловый крутится пись До света любивый цветет тамарис Растекшись сырой отварелью На веки бы в этом остаться раю И стумно отдаться простому житью Чуть слышно наслистывать песню свою На важном шутча по сурдинку Да только, вот жаль, ненатянуты струны У старой гитары ночи безумны Как будто бы новые Зреют коммуны Шипит, запитаясь кластинкам О чем-то своем напевает церковь Как едущий по плоскагорью монгол Про дружбу и верность и времени скол Которых хватало сбытка мур А мне остается лишь тону подпевать Прошедшему превозносить и спалать Нославить неспосланную благодать До жизни поминать Боги в году А мне остается о чем-то своем Молчать, умираясь и спутним бельем С приятелем давным Собравшись вдвоем Раз помыли птичек по мою Да слушать, да птичек, да смеяться на взорвы А думать, что уже столько лет не боишь А все-то тревожить Спасибо за память Сэр-поу Сэр-поу Продолжаем на магнитогорских поэтов В этом году исполнилось бы 75 лет Борису Попову Две песни на стихи Бориса Попова Первая называется У старого горя Это значит, я был и несчастлив, и счастлив чертовски И сюда приходил, и садился на мокрые носки И следил за волной, отдающей смолой и мазутом Это было со мной, только треснуло, словно глазу Это было прошло, но никогда не вернется И мое ремесло, но для слов не разжобно вернется Но как тянет в беду, в чепухую черную прору Где плюет на звезду сероокая серба Отдоровая О, релея, согнешь Да какая уж там не так рога Не сожнешь, не согнешь Тут певу не с клеймом козерога Это было уже лишь однажды такое бывает На восьмом этаже потихонечку свет убывает И забита давно та беседка у вешней водицы И разбито вино, важным прежним вином не напит Что же чайки кричат о своей инфернальной обиде Я ведь сам раздолчат, только может, повещен прикидет Я ведь сам на себя на сроку полутон В жизни смерть осеня черной розы, что в блога влюбилась Ты держи в старый мозг, деталируй, клеи и свои Ведь тепло мне от слез, лишь однажды такое бывает Но дальнее вздохнешь Да какая уж там не так рога Не сожнешь, не согнешь Тут певу не с клеймом козерога Но за маленький друг того грешного нежного ада Я вот нам все вокруг, что вам рано и что вам не надо Ни за что, ни когда Неужели вернуться в мылое Через нет и сквозь ста Я спонивши прошел головою Но за маленький друг того грешного нежного ада Я отдам все вокруг, что вам надо и что вам не надо Я отдам все вокруг, что вам надо и что вам не надо Я отдам все вокруг, что вам надо и что вам не надо Спасибо Еще одна песня, одна стихотворение Раиса Попова Называется «Сенавал» Я лежал на Сенавале Было душно, пахло сладко Я лежал на Сенавале В понедельник и четверг Ну да ладно, все понятно Но последняя задатка Где найдется в наше время Сенавал человек Я глядел в ночное небо И оно в меня глядело Я подглядывал на стены И они сперяли взор Ах, у моего немолодое Непомощенное тело И вели со мною долги Беспредменный разговор Я ушел, стыдался, смылся От косой неприску От толдов, что пахнут Соткой А под ножкой и твой Ну конечно было стыдно Стыдно, муторно, паскудно Но я справился с собою И остался я с собой Я лежал на Сенавале Что когда-то основали Наши местные умельцы Возле дома у двора Звезды сиялись и сияли Мы шерпу поузнавали И в далекое ночное Выезжали трактора Ах, какое было время Шар за тьменье, горенье Пустовские закаты И хорной светлый свет Я лежал на Сенавале И писал стихотворенье О друге, о равной славе О борьбе, о римском праве О казеце, о седской клаве И не строчки, а тебе Спасибо Мужчины, мужчины Есть одна женщина На женской сейчас споем Только Это стихотворение Елены Лещинской Называется Точки над ее Но мы тут с ней Посоветовались Я говорю, Еленочка Получается, что Как бы Надо петь от женского лица Давай, говорю Немножко кое-что Изменим Услышите, что там Изменен, изменено И будет тогда от мужского Она согласилась Получилась вот такая песня От мужского Имени Называется Точки Я правильно все сказал? Ну о чем еще спросить, что сказать? Мы расставили все точки над ем Только Знаешь Золотые Глаза Словно Птички В клетке В сердце Мое Глянусь В зеркало И трезв И попозь Пригляжусь С ним все же Что-то Не то О Ты, конечно, без меня Проживешь Как враняшка Снегопад без пальто Будешь Петься У случайных Ностров Философский Зрыгать Суета У Толь пускай же наш религий взрос, И не уютно в снеговарке спалька. А когда уже наскучит игра, Мишура тискит Павла Тонь подбросит Ты так, медя, на привале у чужого-то страна, Ты зачем-то снова встретишь меня, Выгнешься, но приятно, старина, И до сердца сразу станет легко, А с небес на нас воззрится луна, Обалдевшая от таких дураков. Наши каверсные точки надьем, И бродятся в две сверкновые звезды. Наши каверсные точки надьем, И бродятся в две сверкновые звезды. И бродятся в две сверкновенные звезды. Следующая песня у нас стихотворение Людмилы Татьянычевой. Она приехала на строительство в Магнитогорске в 1934 году, 10 лет проработала в газете «Магнитогорский рабочий». В общем, здесь она состоялась как поэт, люгаринская, как говорят, воспитанница, они с ним гружили. В общем, она как поэт состоялась в Магнитогорске, поэтому я ее зачислил тоже в разряд Магнитогорских поэтов. Стихотворение называется «Сверчок». Жил человек, ходил как песнь, характером непросто. Однажды из родимых мест Сверчка в зиме принес. И подружился с ним Сверчок вниманием обогрел. Чуть полночь осталось, начнем и начинал концерт. Тирли-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-тили-ти В очке играл всегда одно и то же, Но человек мог слушать рад нехитрую игру. Он вспоминал весенний сад Притополь на юру, И горечь материнских слез в ту страшную войну. Но вот однажды он привез и ввел в свой дом жену, И встретил радостно сверчок, Угарит мне караст, А дернул серый чертучок И заиграл тот час. Играл себе он на беду, Не выпускал самочкам, Кричала женщина, Уйду, коль не уймешь, сырчка. Коль не уймешь и не припьешь Проклятого сморчка. Но кто-то сказал, что сверчок Не поднимает слой, Сломал он на двое смыть чай, Затек и был таков. Я себе сверчок родил, На холоде дрожа, Мешать он другу не хотел Наивная душа. Мешать он другу не хотел Наивная душа. На холодной таборце все вроде я успел, что хотел. Пойдем дальше по порядку. Две песни на стихи Николая Заболоцкого. Ну, у вас кто-то интересно, Судьба его там почитает. Но сначала, самое интересное, что он сначала примыгал Движение абериутов, Которые славились своими шутками, Там остротами, Несуразицей, Нелепостями всякими, Как их обзывали. В общем, и он к ним Был одним из первых, так сказать, В первых рядах. Но прошло потом время. Абериуты плохо кончили многие. В конце 30-х годов. Ему больше повезло, значит, его отправили в ссылку На Дальний Восток. Там Сибирь, он там строил трассу, Потом в Среднюю Азию соль добывал. В общем, в 46-м году он вернулся в Москву. И, как исследователи пишут, у него было очень такое, Вот после всех этих лет, Ощущение, весной как раз он прибыл, Ощущение свободы, вот это его, Охватило его вот это, Настроение весеннее вот это, Что он наконец-то от всего этого избавил, Вот она весна. И появилось стихотворение, Но это уже совсем стало другой заболевки. И он дальше продолжил писать, Как даже исследователи пишут, То, что до этого было, Это как два разных поэта, Вот как у Пастернака был ранний Пастернак И поздний Пастернак. Вот настолько вот это, Поэзия стала, Принцип написания другой мысли, Другие чувства, Другие. Стихотворение 46-го года, Николай Заболоцкий, Называется «Уступи мне, створец уголок». Уступи мне, створец уголок, Посели меня в старом скворечнике, Отдаю тебе душу, залог за твои Голубые подснежники, И свистит, и ворочет весна, По колено затоплены топали, Пробуждаются клёны от сна, Как бабочки листья захлопали. Начинает Сиренаду, створец, Сквозь лета в рыбной истории, Ты наш первый весенний певец Из берёзовой консерватории, Я и сам бы стараться, горасть, Дошеднула мне бабочка-странница, То весною бывает горлаз, Но без голоса к лету останется. А весна хороша, хороша, Охватила всю душу сиренями, Поднимай же скворечню душа, На садами твоими весенними, Поднимай же скворечню душа. Поселись на высоком шесте, Подыхая по небу восторгами, Прилюбись паутинкой к звезде, Вместе с птичьими скороговорками, Повернись к мирозданиям лицом, Голубые подснежники, чествую я, С матерявшим рассудок с дворцом, По весенним полям путешествуя. А весна хороша, хороша, Охватила всю душу сиренями, Поднимай же скворечню душа, Над садами твоими весенними, Поднимай же скворечню душа, Поднимай же скворечню душа. Поднимай же скворечню душа, Поднимай же скворечню душа, Николай Заболоцкий, Песенка про лыжи, Стихотворение от 37-го года, Тогда еще никогда к оберутам, Как с этой прямой камурой. Если серый ты, как тряпка, И скрипут на сердце мыжи, Надевай скорее шапку, Вынимай скорее лыжи, Прямо злорки пара, Чуть не боя, чуть не плача, Ты лети, лети, бедняка, Моги сверху мроз горяча, Ты лети, лети по снегу, Снег нахожи, из-под ели, Вы же были жидкой веку, В самом деле, в самом деле. Если где-нибудь мужчина Не верит аппетита, По размысли, где причина Столь мучительного вида, Он ни щей, ни ест, ни каши, По ночам ревет с просона, И потом уходит даже От тоски, ордона, кальсона, По такому щену плачет, Не имея подзакровия, Что здоровье много значит, Но в него нет здоровья. Надевай мужчина лыжи, Вынимай свою фуфайку, Да с пригорка зло на скрыт, Начинай-ка, начинай-ка. Почему иная, Почему, почему иная дева Фигниет в роте стула, Загребает ножкой влево, А сама весьма сутула. Целый день она считает, Пишет разные бумажки, А потом во сне пикает, И лекарство пьема из чашки, Потому в лако девица, И за столица мотка кожа, Что на воздух не стремится, Чтобы вся дышала кожа. Надевай девица лыжи, Вынимай свою фуфайку, Да с пригорка зло на скрыт, Начинай-ка, начинай-ка. Кто б ты ни был, тетя, Кто б ты ни был, тетяль-дядяль, Но когда на сердце скука помнит, Ну и же твой приятель, Или, может быть, подруга, Прямо с горки по обраку, Чуть не бояча, чуть не плача. Ты лети, лети, ты дня конок, И с вертого раскоряча. Мога с горки вдоль по снегу, Подбежали, полетели, Лыжи вылечат коллегу, В самом деле, в самом деле. Лыжи вылечат коллегу, Лыжи вылечат коллегу, В самом деле, в самом деле. Секретарение Ильи Рубина называется «Бегство лилипутов». Он жил в России, выступал немножко тут по поводу Есиму. Пришлось в Израиль ему уезжать, чтобы не влипнуть в неприятности. И там буквально через год по приезду случился сердечный приступ. И он умер в автобусе. После смерти сборник вышел в Израиле, в Иерусалиме. И там вот это есть стихотворение «Бегство лилипутов». Из угрюмого здания цирка «Бегство лилипутов» «Бегство лилипутов» «Мимо Праги, Москвы и Дермина. «Бегство лилипутов» «Бегство лилипутов» «Бегство лилипутов» «Бегство лилипутов» «Бегство лилипутов» «Бегство лилипутов» Не забыли они, не забыли, Как их пьяные клоны пили, Как стояли они на помосте, Где им душу ломали и кости. Убежали из этого ада, Так не надо же, плакать не надо, Так не надо же, плакать не надо. Спуток, спуток, не по размеру, Выбирать себе сами горе и веру, И не шутите с него покупая, И губами к нему прилипая. Только ночью сквозь них сновиденья Прорастут, как большие растенья, И не будет небеса из плена, Лишь арена, арена, арена. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На стихотворение Веры Полосковой, она как называется, песенка про Хью и Джима. Написано в тексте, подразумевается, что должен быть стиль кантри, но что-то наподобие стиля, в таком случае я попытался сделать, но ничего не так. Песенка про Хью и Джима, стихотворение Веры Полосковой. Старый Хью жил недалеко от того утеса, На котором маяк, как звездочка на плече, И лицо его было, словно ветра ведется она, И морщины на нем, как трещины в кирпиче. Позовите Хью, говорил народ, Пусть сыграет соло, На горбошке крупной и песен споет свои. Когда Хью играл, как будто на милой стол она, Будто океан накрыл тебя и затих. Песенка про Хью. Песенка про Хью пирата, Клупин ты еще индейца, Он уму как ты не торопит, как крокодил. Песенка про Хью совсем не дворился смерти, А все отвердили не надейся, От нее даже самый смелый не уходил. У старого Хью был пес, Его звалит Жим. Жим остался в этой корне, Каждая прозавщица. Ю ему говорит, если смерть нам в дверь постучится, А мы через окно от нее сбежим. Жим. Но однажды Хью щетел на крыльце, Спокой и делами, Набивал себе друг у индейца, Такое любят. Подожгла к нему женщину, Вернушой, Взагнула к нему, У тебя ужасно устал. И у меня есть пост, Он меня и прислал сюда, Он, если не у славный малый, Весь, как с обложки, Может, ты поиграешь Им до губной гармошки, Они очень радуются Всегда на годах. И Усю понял, молчал, На трубку курил свою, Щурился, улыбался неудержимо, Только вот мне не с кем оставить шима, От вам с собакою пусть, Конечно, пусть как хрюк. Хрюк идут, словно лисы, Тайной своей дракой, Своем сказочном направлении Непостижимо. Хрюк ветра их на облаке, Свесить ноги во блинку сжима. Если вдруг услышишь в ночи, По твой. Если вдруг услышишь в ночи, По твой. Завис. Если вдруг всерьез. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Птицы тебя принимают за птицу Дикие розы за дикую розу Кошки тебя принимают за кошку Скрипка считает своею сестрою Я ничего в тебе не понимаю Дикую розу для кошки срываю Скрипке пустится гнездо себе Я не уеду на красном травае Только пусть вечно меня исцеляет Скрипка играет и роза цветет Как тебе все это может вместиться Кошка играет на скрипке птица Севший на дикую розу поет Я не пойду и никто не поймет Я ничего в тебе не понимаю Дикую розу для кошки срываю Скрипке пустится гнездо себе Я не уеду на красном трамвае Только пусть вечно меня исцеляет Скрипка играет и роза цветет Ты мастерица Взлетает и кружится Значит ты птица Ты перешла мою жизнь как дорожку Значит ты кошка Боль смиряешь Спасаешь от крика Значит ты скрипка Значит ты скрипка Но я ничего в тебе не понимаю Дикую розу для кошки срываю Скрипке пустится гнездо себе Я не уеду на красном трамвае Только пусть вечно меня исцеляет Скрипка играет и роза цветет 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 Я вообще несколько раз все сыграл А потом еще в другую тональность Сейчас перевел Так что она как будто новая совсем у меня Попробую сейчас Иван Зелецов Москва Наш суверен Счастье, как бродячая собака Что хоть раз Что хоть раз Но каждому почти Счастье, как бродячая собака У метро У мусорного бака Светилось на жизни в одном пути От работы к дому и обратно Где однажды понимаем вдруг Что одно лишь время безвоспорно Остальное круг Привычный круг Счастье, как бродячая собака Хочет в дом прилазиться к ногам Все вокруг хозяева Однако Мы идем Полясь своим богам Полные Не отбывшимися с нами Полные Всегдашними потом И не видим Что идет за нами И виляет Маленьким хвостом Счастье, как бродячая собака Как бродячая собака Что хоть у которой Перемосок дверь Закрываешь Бросит хлеб однако Что бы не мешал Голодный звер Горевать всю ночь За горьким чаем Рассыпая фонов Концетит Что в несчастье Нас не замечает Что ведь нас стесняется Зайти А счастье, как бродячая собака Хочет в дом и властится к ногам Все вокруг хозяева Все вокруг хозяева Однако Счастье Счастье И не видим Что идет за нами Счастье 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 Зам An Счастье Счастье